Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем наиболее актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. И сегодня мы будем говорить о новеллах в части организации в Рязани движения автомобильного транспорта. Наш собеседник, начальник городского управления благоустройства и дорожного хозяйства Валерий Бипко. Здравствуйте, Валерий Викторович! Добрый день, Евгений! И начнем с темы, которая появилась в конце прошлой недели и сразу вошла в топы новостей всех информационных агентств и интернет-порталов. Это тема ограничения в Рязани движения грузового транспорта. С 1 декабря оно планируется. Насколько я правильно понял, с 1 декабря грузовики в Рязани смогут ездить по городу исключительно в ночное время с полуночи до 6 утра. Правильно? Да, Евгений, совершенно правильно. Постановлением администрации города Рязани принята схема организации движения грузового транспорта в городе Рязани, в соответствии с которой определена схема маршрута грузового транспорта, по которой грузовой транспорт может двигаться постоянно. А также по тем центральным городским и общим дорогам будет ограничено движение грузового транспорта свыше 7,5 тонн с 24.00 до 6 утра. У нас сейчас есть возможность показать схему, я попрошу наших режиссеров это сделать, схему, где возможен проезд городского транспорта, насколько я понимаю, круглосуточно. То есть вот эти улицы, которые мы сейчас видим на своем экране, здесь могут автомобили двигаться, грузовики круглосуточно. Да, задают очень много вопросов, каким образом запрещение движения грузового транспорта двигаться по промышленным зонам, предусматривает эта схема как раз движения по тем необходимым предприятиям, работа которой невозможно себе представить без ежечасного, так сказать, подвоза тех или иных крупногабаритных тяжеловесных грузов. Поэтому схема, которую мы видим на экране, она есть, существует. Мы в соответствии с постановлением данным запрещаем движение, также мы полностью запретили движение по тем традиционным улицам, по которым двигался грузовой транспорт. Это улица Семинарская, это улица Соборная, Кремлевский вал, улица Грибоедова. Мы также отменяем движение грузового транспорта по улице Вокзальной, по улице отчасти Чкалова и по Московскому шоссе. Валерий Викторович, для меня, как для обывателя, живущего в центре города, это, наверное, действительно здорово. Дышать станет легче. Я так думаю, что пробок станет меньше из-за отсутствия фура в дневное время на улице города, потому что бывает, что уж там говорить. А как быть, скажем так, крупным торговым центром, куда тоже осуществляется подвоз продуктов питания, как им поступать? Есть возможность подвозить свои продукты именно более мобильным транспортом, который не создает неудобства для жителей города. И крупные города идут по этому направлению. Во многих городах также запрещено движение грузового транспорта. И за территорией города, городского округа существуют перегрузочные предприятия, которые позволяют спокойно жить и работать торговым центром. То есть вопрос логистики. И как бы вы об этом должны позаботиться в том числе и предприниматели. Естественно, да, естественно. Но, конечно, многие привыкли к тому, что можно постоянно двигаться по центру города. И некоторые предприятия, понятно, что без них невозможно себе с одной стороны представить жизнь городом, но надо куда-то двигаться, выносить определенные вещи, которые затрудняют жизнь горожанам. Скажем так, что грозит нарушителям этого распоряжения, которое будет с 1 декабря действовать? Что грозит тем, кто 1 декабря выйдет в город в том месте, где запрещено движение? Ну, на сегодняшний момент в любом случае у нас есть определенная информационная подача, это нововведение распоряжения администрации города. Как и по другим нарушениям правил дорожного движения существует определенная административная ответственность за нарушение как раз правил дорожного движения. Поэтому это именно полномочия сотрудников ГИБДД разбираться именно с этим нарушением. Поэтому сотрудники ГИБДД уже информация доведена, знают, что с 1 декабря у нас такое нововведение. Но я уж не могу сказать за сотрудников, как там будет временной промежуток, Будет даваться какие-то послабления или будет достаточного этого периода для того, чтобы уже всем войти в курс дела как раз по этому постановлению. Валерий Викторович, ну, Вы упомянули о том, что Рязани, в общем-то, не нова, вводя вот такой режим, как бы, да, упомянули об опыте других городов, что это за города, ну, Москва, наверное, в первую очередь, и насколько там вот этот опыт все-таки прижился, да, то есть, насколько удалось найти золотую середину, когда и населению комфортно от того, что грузовики по городу туда-сюда не снуют, но в то же время и у предпринимателей дела идут нормально, как бы они адаптировались к этой системе и осуществляют подвоз, скажем так, продовольствия на малотоннажном транспорте. Ну, естественно, это, как пример для нас, это близлежащий город Москва, вот, там существует как раз это правило, что запрещается движение грузового транспорта, и там рассматривается этот вопрос логистики, ну, скрупулезно. Вот, плюс еще, конечно, города, как по всей России, так и в Центральном федеральном округе, вот, вот, хотя не могу сказать, что мы, так сказать, не то, что первооткрыватели, пионеры в этом деле, но существенно, так сказать, впереди. Ну, скажем так, не в числе отстающих. Не в числе отстающих, да, на самом деле. Еще одна новелла в части организации движения в городе, и эта новелла уже буквально с завтрашнего дня, насколько я понимаю, у нас появился полноценный дублер улицы Есенина, это улица Колхозная. Как на сегодняшний день будет осуществляться движение транспорта уже самого разного в этом районе, в районе улицы Есенина и Колхозной? Ну, в связи с тем, что вводим движение как раз полноценное по улице Колхозной, движение будет организовано в одностороннем порядке по улице Колхозной в направлении от путепровода с улицей Спортивной в направлении улицы Новой. Вот, поэтому с завтрашнего дня это нововведение у нас, и, конечно, просьба жителям внимательно отнестись, тем, кто проживает в Песочнике, тем, кто пользуется дорогами, которые проходят по центру, потому что определенные нововведения будут касаться еще и организации движения по улице Машиностроителей, потому что там будет тоже организовано одностороннее движение от улицы Горького в направлении улицы Маяковского. Это связано с тем, чтобы полноценно использовать как раз улицу Колхозную, чтобы не забивался левый поворот в направлении улицы Новой по улице Горького. Поэтому это та мера необходимая для того, чтобы полноценно использовать как раз вот это вот нововведение движения по улице Колхозной, поэтому идем на такие меры. Но я думаю, со временем автомобилисты привыкнут к этому, и будет достаточно комфортно передвигаться из рощи, из центра по улице Маяковки со стороны Спортивной как раз на улицу Новую. То есть, насколько я понимаю, вот левый поворот с улицы Горького на улицу Новую будет закрыт? Нет, поворот с улицы Горького на улицу Новую, он будет оставаться прежним. Просто мы разгружаем как раз улицу Горького и разгружаем вот этот вот левый поворот. Он у нас останется, будет существовать. Но мы будем полноценным образом загружать улицу Колхозной, чтобы не получалось... Чтобы не получалась пробка, как на сегодняшний день бывает, когда в часы пика аж от улицы Есенина туда стоят на этот поворот как бы автомобили. Ну, это нововведение. Естественно, мы будем регулировать, смотреть. И в зависимости от того, какая ситуация будет происходить как раз на этом узле. Назовем узел улицы Горького, улица Колхозная. Вот будем отрабатывать режимы светофорного объекта и посмотрим, создадим как раз именно те условия, которые реально разгрузят вот эти направления. Еще одно нововведение в части организации движения теперь уже пешеходов. Ждем его, что называется, со дня на день. Это мост через Трубеж в районе Московского шоссе по пути от гипермаркета Метро к гипермаркету Премьер. Очень много на тему важности появления этого пешеходного моста говорилось. И вот, наконец-то, каркас установлен. Насколько я понимаю, тяжелые погодные условия. Вторая половина недели не позволили все работы завершить до конца. И на следующей неделе это завершение планируется. Вообще, насколько интересный и достаточно мост получился. Вообще, насколько сложный проект оказался. Ну, естественно, это определенное нововведение. Он необычной такой архитектурной формы. И необычное исполнение. Поэтому были определенные трудности как раз вот с проектированием этого моста. Вот. Но в любом случае, уже сейчас находимся на завершающем этапе. В течение этой недели постараемся, подрядчики постараются, конструктив моста смонтировать, смонтировать ограждение моста, подвесы. Есть определенные, конечно, организационные моменты. Это, не могу сказать, что связано с погодными условиями. Но, естественно, конструкция новая. Поэтому мы запустим, постараемся, конечно, ввести в эксплуатацию этот мост. Так думаем, на следующей неделе постараемся. Сделать там временное благоустройство. Потому что понятно, что конец строительного сезона. Сейчас будут определенные проводиться земляные работы. Будем делать временную. Она будет и асфальтированная. Все равно будет временная пешеходная дорожка к этому мосту. В следующем году будем ее, естественно, укреплять. Проводить уже полноценные работы. Ну и надеемся, что позволит скомфортно передвигаться как пешеходам, так и тем любителям велотранспорта, которые давно ждали этот маршрут. Потому что он уже будет соединять московское шоссе полноценное с центром города. То есть тротуар такой для, в том числе, и велосипедистов будет? Ну, будем надеяться, что да. Будем надеяться, что да. Что он позволит и тем, и другим группам использовать его. Спасибо, Валерий Викторович. От себя пожелаю еще на следующей неделе справиться с ремонтом улицы Семинарской улицы Спортин. И надеюсь, что погода все-таки позволит довести работу до конца. Благодарю, что нашли непростое, горячее для вас время, простите за тавтологию, время, чтобы прийти к нам в студию. Валерий Бипко, начальник городского планирования благоустройства и дорожного хозяйства, был сегодня гостем программы «Лицом к городу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова